30 августа в подростковый центр Невский прошла педагогическая конференция «Клуб Планета Творчества». В ней приняли участие педагоги дополнительного образования и методисты подростковых молодежных клубов Невского района, а также педагоги из соседних районов Прудзенского и Красногвардейского. Говорили о новых задачах в связи с принятием нового закона о молодежной политике, который был принят 27 июня текущего года законодательным собранием Санкт-Петербурга. Также говорили об итогах прошлого года и были поставлены в цели на новый учебный год. Надеемся, что вот это традиционное наше мероприятие, оно даст импульс для воплощения новых идей, новых направлений работы с молодежью. Открыл конференцию заместитель главы Невского района Фащана Алексея Владимирова. Он же наградил педагога в благодарственной медицине и главу администрации Невского района. Очень серьезные, грамотные и хорошие помощники для всего района. Вы воспитываете этих детей, чего подчас не дает школа, которая всегда дает знания, но не всегда дает воспитание. Все это лежит на ваших плечах, поэтому разрешите действительно еще раз поздравить с Новым годом, пожелать от имени главы администрации дальнейших плодотворных действий, успехов в работе и всего-всего самого хорошего. В Невском районе 30 молодежно-подростковых клубов, которым занимается порядка 6 тысяч человек от 14 до 30 лет. Главной темой обсуждения на конференции была перспектива развития подросткового центра и программы реализации молодежной политики Санкт-Петербурга. Одной из главных целей является привлечение студентов средних специальных учебных заведений, а также привлечение младых специалистов. Одним из основных направлений реализации молодежной политики Санкт-Петербурга является организация досуга подростков и молодежи по месту жительства. По многолетней традиции в нашем городе эту функцию выполняют подростковые молодежные клубы, и, как вы знаете, их более 300 в Санкт-Петербурге. А основываясь на законе, можно быть уверенным, что город будет и дальше сохранять и развивать учреждения по делам молодежи, а также найдет возможность, мы на это надеемся, по достоинству оценить труд наших коллег. На пленарном заседании прозвучали доклады на различные темы. Заместитель директора подросткового центра «Невский» Владимир Пучкин поднял важную тему в своем докладе – воспитание гражданственности и патриотизма подростков и молодежных клубов Невского района. Нужно наставить подрастающее поколение на путь истинной, заботиться о вещественных и нравственных потребностях, обучать всему, что нужно для жизни, основываясь на психологии и личном опыте. Администрация и педагогический коллектив нашего центра видят свои задачи не только в этом, но и в создании совместно со своими воспитанниками своего мира, своей Родины. Именно в том обществе, где каждому гражданину будет достаточно законных способов для самовыражения, и у всех имеется пространство, где ему комфортно, безопасно и полезно пребывать. В подростково-молодежных центрах Невского района ведется работа по профилактике правонарушения несовершеннолетней и ведется активная подготовка к конкурсу районных учреждений по делам молодежи на лучшую организацию работы по предупреждению правонарушений среди подростков и молодежи Санкт-Петербурга в 2013 году. Ведется агитация молодежи за здоровый образ жизни, а также введение новой формы работы – социодрама. Ведется большая профилактическая работа – это и беседы, и интерактивные игры, обсуждение фильмов, антинаркотические акции. Отличительной чертой подростково-молодежного клуба среди других субъектов профилактики является возможность проводить не только организованные формы работы, но и использовать места свободного общения. В связи с новым законом в новом году будут открыты добровольнические агентства и юридические консультации. Будет уклон на развитие творческих способностей подростков и молодежи через организацию массовых мероприятий. После пленарного заседания была проведена работа по секциям, на которых обсуждали психологические игры и игровые формы работы в местах свободного общения. Продолжение следует...